Всем привет, это Скринкасты, меня зовут Володин Сергей, я работаю в Mail.ru Group в почте и мы продолжаем нашу серию роликов про практическое применение дизайн-системы на фронт-энде. В предыдущих двух роликах мы с вами перевели обычное небольшое React приложение на использование дизайн-системы, сделали в этой дизайн-системе редизайн и нам осталось поговорить про последнюю финальную вещь, которую мы не успели затронуть. Мы не переводили и не работали вообще никак с цветами в нашем приложении, то есть если мы посмотрим в коде, то все сейчас они захардкожены. Ховер, актив состояние, границы и так далее, все цвета в нашем приложении сейчас захардкожены. Это не очень хорошо, потому что во всех сервисах так или иначе всегда стоит задача тимизации. Как известно, любой уважающий себя крупный сервис в двадцать первом году должен и обязан иметь темную тему, иначе ну о чем вообще можно говорить. Поэтому что нам сейчас нужно сделать? Собственно, нам нужно закрыть этот гидштайт и начать использовать переменные дизайн-системы для цветов и продемонстрировать тимизацию, как она может работать в нашем приложении. Но если бы нужно было просто перейти на цвета, на использование каких-то переменных, все было бы слишком просто. На самом деле есть один важный момент, который хочется продемонстрировать. Есть такая вещь, как состояние элементов. Когда мы наводим на кнопку, у нее изменяется ее цвет, чуть-чуть затемняется. Когда мы нажимаем на эту кнопку, он затемняется еще чуть-чуть сильнее. На самом деле вот эта история, это тоже дизайнерское решение. Есть целый алгоритм, который берет и создает нам новый цвет, который должен быть при наведении на кнопку, которая изначально была другого цвета. То есть смотрите, вот наведение на кнопках производных из них, на фон накладывается цвет и тонируется определенной прозрачностью. Активное нажатие кнопок и производных от них, а также фокус импутов. Опять-таки накладывается специальный свет с более сильной прозрачностью, чтобы сильнее затемнить элемент и так далее. Собственно, хочется сначала показать, как устроена работа с этим всем. Заходим в папку Scolors и тут нужно немножечко прояснить. Вообще в большинстве подобных библиотек, которые пользуются внутри многих проектов, очень часто распространена такая методология написания кода, как test-driven development, когда мы сначала пишем автотесты, а потом уже бизнес-логику, которая нам нужна, которая должна удовлетворять этим автотестам. Но при работе с библиотекой дизайн-системы, mail.ru, paradigm мы пользуемся так называемым, я не знаю, я сам придумал это название, но можно сказать, что мы делаем следующую концепцию types and then test-driven development. То есть мы сначала пишем и описываем все интерфейсы, которые нам нужны, и все типы. То есть говорим, что описание темы в дизайн-системе должно иметь определенный набор переменных. На выходе оно должно сгенерировать определенный другой набор переменных и так далее. То есть и уже потом с использованием этих типов пишем автотесты, которые также с помощью типов нам гарантируется консистентность на уровне статической типизации. Дальше мы пишем автотесты и уже потом пишем бизнес-логику, которая выполняет. Собственно, на примере вот этих цветов я немножко сейчас это покажу. То есть есть тип цвета, по умолчанию это normal, тем цветам, которые нужны, которые нужно тонировать на при наведении, active и так далее, они имеют еще также состояние hover-active. То есть не все цвета нужно так переводить. Например, при наведении с цветом текста ничего не должно происходить, поэтому и не происходит, собственно. Например, там задний фон кнопки нужно затенять, поэтому он указан в другом константе с colors with states, то есть у них будут переменные состояния цвета. Итак, вот у нас описаны типы. Давайте теперь посмотрим на тесты, которые генерируют на основе цвета все его состояния. Ну, собственно, который тестирует алгоритм, который это делает. Отлично, идем в папочку build, temp processors, expand color tests. Вот. Видим следующую концепцию. То есть у нас запускаются тесты, вот проверяется, что, допустим, там для красного цвета правильно генерируются нужные ему затемнения, там генерируется еще ряд специальных свойств. Видим, что все эти переменные, которые используются в тестах, там исходные данные, результирующее значение, они все описаны в типах, которые там как-то берут нужные переменные из темы и из описания темы и, собственно, запускают автотесты. Вот. И дальше уже просто пишется функция, которая там берет описание темы, генерирует все нужные цвета и, собственно, как-то работает. Тут нужно немножечко показать еще про такую вещь, как у нас работает смешение цветов, то есть что такое затемнить цвет при наведении. На самом деле затемнить цвет при наведении – это значит, что нам нужно взять основной цвет бэкграунда, например, кнопки, который у нас был, дальше взять специальный цвет, который мы считаем затемнить. На самом деле это не может быть не всегда затемнить. Например, в темной теме нужно будет что-то, наоборот, осветлять и так далее. Вот. И задать специальный параметр, который говорит о том, насколько мы подмешиваем к одному цвету другой цвет. То есть, например, чем он меньше, тем… Вот, например, у нас был чистый яркий красный, стал красным чуть темнее. Увеличили, стал еще темнее. Отлично. То есть как-то так это работает. Ну, в принципе, мы поняли, как работает переменная дизайн-система. То есть дальше, если мы посмотрим, что она генерирует, да, например, какой-нибудь файлик джейсон и посмотрим, какой-нибудь color bg, да, то мы увидим, что уже в тему дизайн-системы попадают все цвета с нужными там разными переменными. Отлично. С этим разобрались. Давайте теперь интегрируем наши цвета и перепишем все наши цвета нашего приложения на использование переменных дизайн-системы. Давайте начнем с кнопки. Запустим наше приложение. И пока оно запускается, сразу начнем переписывать. То есть берем парадигм по умолчанию у кнопки color bg normal. Дальше, что нам нужно сделать? По ховеру будет color bg, собственно, hover. И на active у нас будет свойство active. Повторяем эту историю для primary. То есть, во-первых, сначала работаем с бэкграундом. Color. Primary. Normal. Дальше добавляем переменную в hover. И точно так же делаем для active. Что нам осталось сделать? Нам осталось также перейти в цветах. парадигм. Color text. Normal. А, вот, как раз здесь должен быть текст-контраст. Normal. Так, а здесь, да, здесь я не совсем корректно указал. Здесь мне нужно в бэкграунде вот эту переменную. А эта у нас переменна отвечает за текст. Поэтому здесь просто парадигм, color, текст, normal. Отлично. Давайте убедимся, что кнопка у нас переделана. pop-up. Здесь не pop-up нужен, а просто бэкграунд, бэкграунд, бэкграунд. Вот, видим, что наши кнопки правильно отображаются. Супер! По аналогии переведем все остальные компоненты. Мы видим, что все тенюшки, все значимые элементы интерфейса, они используют теперь цвета. То есть, в принципе, если мы сейчас посмотрим на любой файл со стилями, какой бы мы ни открыли, у нас, в принципе, не осталось вообще никаких захардкожных элементов. То есть все, все, что можно использовать как переменную, используем. Отлично. Так, теперь давайте сделаем такую штуку. Давайте напишем специальный стиль для удобства. Так, который будет на body и на body root. root. Root — это специальный корневой элемент внутри storybook. И напишем сюда следующую штуку. То есть, фон у нас будет color background, то есть фоновый фон внутри сториса, который вот тут есть. Он также должен оптимизироваться, чтобы наше приложение выглядело красиво. И текст по умолчанию, body, цвет его тоже пусть будет браться из нашей дизайн-системы. Отлично. Мы, в принципе, готовы. Давайте, во-первых, запустим приложение, убедимся, что все корректно, что переход на цвета нам ничего не сломал. Отлично. Вот, видим наше приложение. Итак, давайте теперь возьмем и сделаем следующую вещь. Поскольку мы теперь полностью темизируем наше приложение, и, по сути, у нас нет ни одного хардкода, и наше приложение полностью говорит на языке дизайн-системы парадигм, давайте возьмем и поменяем тему в парадигме на, например, вот сейчас у нас базовая тема, которая очень похожа на почтовую тему Mail.ru. Давайте возьмем и подключим в проект тему вместо base фарма. Фарма – это тема проекта все аптеки. Запустим наш старибук. Валя. Видим, что у нас полностью преобразился интерфейс. Шрифты, акцентный цвет кнопки, они стали менее скругленные, стало больше пространства внутри формы. Но при этом мы вообще не меняли наши стили, мы просто немножечко обновили тему. Это действительно удобно, и именно так мы используем дизайн-систему внутри наших проектов, внутри Mail.ru. То есть, опять-таки, важно говорить то, что дизайн-система – это язык, на котором говорят компоненты, ваш интерфейс и так далее. Но при этом сам дизайн может отличаться от сервиса к сервису. Это очень удобно в крупных компаниях. Но это как бы все, конечно, хорошо, и это все потребности крупных компаний, но если у вас там небольшое приложение, и вам таких вроде как заморочек не нужно, вы можете задаться вопросом, стоит ли оно вообще того, переписать все стили в приложение и так далее. так далее. Но, опять-таки, даже внутри одного проекта всегда есть такая штука, как оптимизация. То есть, наши пользователи хотят всегда немножечко кастомизировать интерфейс под себя. В частности, хотят использовать темную тему, там, вечером, чтобы глаза не болели. Соответственно, давайте сделаем следующую штуку. Я возьму какую-нибудь тему, которая у нас темная, например, видеозвонки Mail.ru, и, собственно, перезапущу Storybook, и мы с вами посмотрим на магию. Отлично! Смотрите, у нас загрузилась наша темная тема, у нас темные инпуты, кнопки, белый текст, то есть, можем посмотреть на типографику, на любой контрол, как он выглядит на темной теме. Опять-таки, напоминаю, что мы вообще, то есть, мы взяли ту же самую тему, которая у нас была базовая, просто ее поменяли ей немножечко цвета. Цвет текста с черного стали на белый, цвет бэкграунда с белого на черный. И, в принципе, мы очень довольно легко и просто получили полноценную темную тему в нашем мини-приложении. На этом серия роликов по практике с дизайн-системой на фронтенде подходит к концу. Хочется еще раз продемонстрировать сайт нашей дизайн-системы парагодим mail.ru. Вот, если у вас возникнет желание погрузиться туда, заиспользовать какие-то компоненты или дизайнерские подходы, решения, можете зайти, ссылочка будет в описании. Что мы сделали на протяжении серии этих роликов? Мы взяли обычное приложение, которое есть, скорее всего, которое очень похоже на любое приложение, которое вы используете у себя, интегрировали туда дизайн-систему, сделали в этой дизайн-системе полный редизайн, изменили там типографику, изменили отступы и так далее. Причем сделали это довольно просто. Мы просто поменяли несколько переменных, установили новую зависимость и у нас полный редизайн. Также поговорили про цвета, про такую вещь, как состояние цветов и элементов, как их генерировать и как вообще описать дизайн-системы про типы и test-driven development. И, собственно, интегрировали эти цвета в наше приложение и попробовали попереключать темы, получили полноценную темную тему, светлую тему и так далее. Собственно, на этом все. Именно так мы пользуемся этими всеми инструментами в Mail.ru Group и в наших продуктах. Смотрите скринкасты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok